Привет, друзья, с вами Диоданта, и сегодня у нас 13 серия похождения крестоноса на святой земле. Я очень много шутил по поводу этой цифры, в общем, дошутился до того, что во время записи у меня просто микрофон ничего не записал, поэтому эту серию мне приходится перезаписывать. Ну, в принципе, это не беда, только вот единственное, я буду это делать без камеры, потому что сейчас на часах 9 часов утра, и лицо у меня, мягко говоря, опухшее, но у меня всегда такое по утрам, не знаю почему. Ну что ж, не будем отвлекаться, давайте приступим. Денег у нас особых таких нету, да и в предыдущей серии мы этот ход почти закончили, поэтому его завершаем. Опять-таки, с просони очень трудно свои мозги в единое целое собрать, как говорится, но вот сегодня эту серию я должен выложить где-то вот вечерком. По идее, она будет сейчас еще 4 часа рендериться и потом очень долго выкладываться. Ну, я ее запишу на 25 минут, то есть, чтобы она чуть-чуть побыстрее отрендерилась и побыстрее выложилась. В общем, посмотрим. Я вот также недавно сходил в кинотеатр на несколько фильмов, поэтому в этой серии, наверное, расскажу вам о них. Это фильм «Тед» в американском переводе, фильм «Папа Досидос» и фильм «Бэтмен. Темный рыбой. Возвращение легенды». В общем, первоначально я сходил на «Папу Досидос», но это, знаете, такая вот тупая американская комедия по типу американского пирога и прочего, где очень много пошлятины и тому подобных нехороших вещей. Но вот я когда сидел в кинотеатре, я так подумал, что американцы, в отличие от наших комедий, вот такого плана, они пытаются в конце вложить вот, ну, хоть какой-нибудь смысл. То есть, про отношение к близким или про отношение к животным, в общем, тому подобное. Ну, банальные истины. Американцы пытаются это сделать, точнее, их режиссеры. Когда же ты смотришь наши комедии, вот по типу «Самый лучший фильм», ты, во-первых, понимаешь, что юмор там намного хуже американского, он более тупой. Во-вторых, это абсолютно просто низменный юмор. Всё то дерьмо, которое закопилось, накопилось у нас, оно там выхлёстывается. И опять, короче, у нас тут путешествие. Ну, ладно, не буду обращать внимания. И вот, самое главное, в отличие от американцев, никакого смысла в наших комедиях нет. То есть, это просто тупо поржать над сиськами Анны Семенович, и вот больше ничего в этой комедии не будет. И вот такую вот разницу я смог заметить. Ну, в «Папе да сведо» с юмором, опять-таки говорю, он не самый лучший, немного туповатая комедия, но всё равно. И это был первый раз вообще, когда я смог съесть начо спокойно. Потому что, когда я первый раз, когда я взял начос, я сейчас опять чихну, походу. Ой, это что ж такое? В общем, когда я первый раз купил начос, мы пошли на какой-то очень тихий фильм. Ну, такой спокойный мелодрамка, по-моему. И, в общем, как только я откусывал кусочек этого начоса, там такой хруст на весь кинотеатр был, что на меня аж начали оглядываться. И в итоге я съел только одну эту жалкую чипсину. Да, и это было большое разочарование для меня. Но на этой комедии всем было абсолютно пофиг. В Калининграде обычно едят и попкорн, и начался как свиньи. Просто там такие звуки, будто ты в хомячую нору попал. Вот, действительно, в Москве я такого, если честно, не наблюдаю. Не знаю, то ли это только в Плазе, так, может, еще где-нибудь. И у нас тут в последнее время почему-то очень много еретиков, что меня, если честно, не особо-то так и радует. Поэтому давайте мы будем бороться с ними. Заодно и повысим благочесть. Так, в Акре что сделаем? В Акре наймем еще одного священника. И построим чесонку. Да, мне необходимо... Что мне необходимо сделать? Распустить некоторые войска, такие как вот конные госпитальеры. Два хода осталось. Я вот не знаю, он сможет взять или нет. Да, безоговорочная победа, слава богу. Ну, я просто не хочу участвовать лично в штурме. Занимаем поселение. Награбили 1488. Так, и у нас тут терновый венец, который был надет на Иисуса перед его распятием. Слушайте, это круто. Такие реликвии, их, по-моему, можно передавать. Да. Ну, не самая лучшая реликвия, которую я нашел. Я видел, что есть намного лучше. Был такой журнал, лучшие компьютерные игры. И там вот рассказывалось про все реликвии, которые могут найти ваши полководцы. В том числе и терновый венец. Ну что же, завершаем 84-й ход. Посмотрим, что дальше. Да, и цель этой миссии будет, наверное, помириться с харизмом шахами, потому что эта война, вы сами понимаете, она... Это просто глупость. И выглядит она совершенно нелепо, как вы понимаете. Ну вот, венецианский полководец по-прежнему ищет приключения на свою задницу, как я вижу. Ему не хватило того, что его тут египтяне под Домьетой просто расквасили. И республика Генуи аж целых две армии снарядила, чтобы туда отправиться. Да, выглядит весьма странно. Ну да, египтяне там конкретно окопались. Так, вторая армия куда-то не туда пошла. Кстати, если вы думаете, что вы, наняв армию крестоносцев, можете мочить кого угодно и стоять на месте, это не так. Ваши войска, они будут дезертировать постепенно. Ну, я думаю, те, кто играли в Митилдата Талвар, они это прекрасно знают. То есть самое главное, это двигаться вперед к своей цели. Итак, ход 84-й завершается. Что у нас тут турки предпринимают? Ну, турки сидят в Диарбакыре. Вот эта крепость, она на меня наводит, если честно, очень большой страх. Потому что там турецкая армия, она просто огромная. И туда я ни за что не пойду. Я планирую вообще что сделать? Планирую я захватить Кипр, когда ситуация по деньгам чуть-чуть получше станет. И потом уже начать выбивать Сицилию с Польши и за Ближнего Востока. То есть я хочу захватить все побережья и близлежащие земли. В глубину я уходить не буду, я уже говорил много раз об этом. Это не моя цель. Поляков, думаю, вот с поляков скорее всего начну. Потому что у них тут всего одно поселение, армий не так уж и много. Поэтому особых таких проблем, я думаю, не возникнет. А сицилийцами могут возникнуть. Потому что они не очень-то и далеко. И у них тут два города, по-моему. Да, даже Норвегия пришла. Обломатят ждать Норвегию, когда кто-то другой захватит этот город и им придется идти назад. И Хорезм Шахи уходят со своей армией куда-то вот в Лагуш, в Португалию. Опять-таки лучше идти по морям. Падение Лиссабона. Видать, мавританца захватили. Итоги хода, сводка новостей. Да, у нас новый товарищ появился. Это Орд Винус Рупаль. Странно у него прозвище. Минус один от верности. Полон предрассудков. Душа компании. Строитель плодовитый. Строитель это на самом деле неплохо. Вот, когда я первый раз записывал, у него были вообще дурацкие статы. Абсолютно бесполезный товарищ. Ну ладно, в Алеппо построили мы с вами замок как улучшение. Поэтому, разумеется, будем строить общинные поля, чтобы продолжить рост населения. В Иерусалиме какая у нас ситуация? Нам необходимо отремонтировать все самые важные здания. И потом уже начинать потихонечку повышать количество католиков. И здесь у нас посол Хоризм Шахов. Надо с ним переговорить. Поэтому нанимаем посла. Ремонтируем все подряд. И чуть позже поставим часовинку. Гарнизон. Да гарнизон, в принципе, можно распустить один отряд. Тут особых таких проблем у нас нет. Переобучаем войска. Да, к сожалению, пока же только один отряд можем. И вот видите, какой у нас Маркус Де Пайнс. Предводитель Иерусалимского королевства и король Иерусалима. Тоже неплохие такие статистаты. Паломник в Иерусалим. Плюс два к благочестию. Да, неплохой товарищ. Только вот с благородством полнейшая проблема. Ладно, завершаем 85-й ход. На самом деле, долго я думал, как лучше делать. То есть, либо жестоких полководцев, либо благородных. Но вот чуть позже понял, что благородных все-таки лучше, но тяжелее. Жестокого делать очень легко, потому что ты просто казнишь всех пленных. Вот отпускать всех пленных, это тоже не очень круто, потому что это тебе потом вернется. Ты сам себе делаешь медвежью услугу, в общем-то. Но вот в чем беда с жестокими полководцами. Они очень хорошие только на начальном этапе. Они внушают страх. Но вот годам к 40 у меня два из трех полководцев обычно либо сбиваются, либо становятся сумасшедшими. Но вы сами понимаете, все-таки провести всю жизнь в походах, это вам не хухры-мухры. И выглядит это не так забавно, как кажется. Благородный же полководец, его тяжелее делать, но наказывает огромное просто влияние на население города, в котором сидит. Например, у меня был один благородный полководец, прокачан причем наполовину. И при нем население Киева достигло, представляете себе, 51 тысячу человек. Это я первый раз вижу такое огромное количество населения в Мидиал-2 Тоталвар. И после того, как этот полководец умер, у него, точнее в Киеве, сразу рост населения начал снижаться на минус 5%. То есть, представляете, какое он огромное влияние оказывал. Так что качайте благородных полководцев, совершайте крестовые походы, джихады, отпускайте пленах и занимайте города. То есть, города не надо ни грабить, ни уничтожать жителей. Опять-таки, вот занимать поселение, это не всегда хорошо, когда вот ты нападаешь на город с чужой верой, с чужими порядками, как говорится. Ну, что поделать. Итак, завершается 85-й ход. С утра мне говорить вообще. Если честно, очень тяжело. Вот уж то, я толком-то и не проснулся, я сижу такой, как полусонный человек. Не совсем соображая, что происходит. Вот в Калининграде я почему-то вот этим летом не могу толком высваться. Раньше, когда я весной приезжал, было намного лучше. Да, и у нас у Маркуса Де Паинца появилась наложница. Это очень плохо, на самом деле. Что ж такое? Ой, не дай бог я заболею. Это будет очень плохо. Ладно, нанимаем в Иерусалиме оруженосцев тамплиеров. Они чуть-чуть получше, чем товарищи-катт-тамплиеры-копейщики. И давайте-ка поговорим с Хорезом Шахи. Ну, потому что, опять-таки, повторюсь, это война... Ага, крайне невыгодное предложение. Очень странно, на самом деле, потому что в той серии мне Хорезом Шахи сами предлагали мир. Поэтому я, собственно-то, и удивился. Ну, ладно. Что поделать? В Водане... В Водане строится потихонечку церковь. В Антёхе давайте построим... Давайте построим библиотеку. Нет, школу. Нет, всё-таки лучше библиотеку. И завершаем 86-й ход. Также я сходил на фильм Тед. В русском переводе его почему-то назвали Третий Лишний. Вообще, русские переводчики, локализаторы, такие, иногда хочется сказать, нехорошими словами про них. Ну, как вот можно перевести вот это как Тед? Ой, точнее, как Третий Лишний. Ну, в общем, комедия неплохая, хотя вот от создателя Гриффинов, если честно, ожидал чуть-чуть получше. Но, скорее всего, это проблема перевода, потому что многие шутки в этом фильме это игра слов. И смотреть, разумеется, надо в оригинальном варианте. Потому что некоторые шутки действительно непонятны, и перейдены идиотские, такие как вот шутка про Пинк Флойд. Ну, я когда в кинотеатре её увидел, я совсем не понял, при чём тут Пинк Флойд. И вот только когда в интернете уже нашёл нормальный перевод, я уже понял, в чём смысл этой шутки. А так вот, опять-таки, в Теде тоже есть смысл, который открывается в конце. И вы это поймёте. А так, разумеется, в середине фильма там полное непотребство творится, где этот плюшевый медведь, он всё, что движется, так сказать, имеет. Я просто не хочу тут различными эпитетами описывать, потому что всё-таки дети тоже смотрят мои видео. Ну, в общем, детям лучше не смотреть этот фильм. Хотя, наверняка, все уже посмотрели. Всем пофигу сейчас уже. Дети не такие, да? Но фильм хороший, да, советую. Это редкий фильм, на котором я действительно посмеялся, хотя шутки там, опять-таки, немножко туповаты. Ну, ладно, завершается 86-й ход. Всё никак, вот европейцы не могут взять эту Дамьетру. Я бы уже спокойно осадил её и не лез бы на рожён просто. Сколько она там держаться-то может? Ну, там явно не больше 8 ходов, потому что замок-то маленький. Ой, такие дела. Ну, опять-таки, 13-я серия-то немножко неудачно получилось, неправильно. Ну, что поделать. Да, 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 да. Давай, завершайся. Подходящий жених. Это Коттон. Склонный к верности. Да, неплохой товарищ, поэтому берём его к себе. Крестовой поход детей. Да, я когда-то читал про него. Мастер Муштры. Отношение строительства. Так, отношения худшились с Египтом. Враждебно. Вот где логика? Если честно, я не вижу. Ну, и где этот Коттон? Вот он, Коттон. Угу. Этот товарищ сидит в Адане. Так, у Гроссмейстера Готтфри, наверное, опять, вот видите, войска устаёт. Ну, что же это такое? Печать Грандмастера. Сможет ли он сюда перекинуть? Нет, не может, судя по всему. Так, ну, давайте тогда Тайного Советника перекинем ему. Князь Антиохий, Герцог Киликийский. От Чёрного Рыцаря, жаль, нельзя перекинуть. Очень классный товарищ. Печать Грандмастера это была уже. Стражевый Пёс. Ну, всё, и поэтому его мы отправляем куда? Мы его выводим просто из замка. И вот Фридрих де Коттон у нас будет таким вот герцогом всего, что только есть. Также с Тайным Советником. Ладно, в Иерусалиме что построим? Давайте построим поля и наймём одного священника. Потому что религию здесь нельзя запускать. Ой, что-то у меня сегодня с утра прям насморк такой. Сегодня только ночью в Калининграде очень сильный дождь был. Я прямо аж проснулся. Так грохотал. Очень странно. Ладно. В Эдессе давайте построим казармы дозорных. Хотя вот там плиеры копейщики. Нет, всё-таки, посмотрите, здесь население растёт очень быстро, разумеется. Но вот его очень мало, к сожалению. То есть всего тысяча, почти две тысячи человек. И с этим делом надо бороться. Потому что всё-таки Эдесса это наш пограничный город. А в Тартозе что у нас здесь? Ну, в Тартозе ничего не происходит. Поэтому завершаем восемь седьмой ход. Ну и, конечно же, я исходил на фильм «Бэтмен. Возвращение легенды». И я его, мягко говоря, не понял. Ну, во-первых, я не смотрел две предыдущие серии. Это «Бэтмен. Там сколько? Темный рыцарь» или ещё что-то. И я шёл на «Бэтмена» априори как на такую тупую американскую стрелялку про супергероя. То есть я не ждал от него ничего такого глубинного и тому подобных вещей. А потом оказывается, что Кристофер Нолан пытался донести нас какую-то глобальную философскую идею. Но, вы знаете, я эту идею не нашёл. Мне многие говорили то, что фильм очень атмосферный. Но, опять-таки, на мой взгляд, фильм нифига не атмосферный. Если вы хотите сказать, что этот «Готэм» Нолановский, это «Готэм» нет, это не так. Это просто копия Нью-Йорка. Даже не было ничего сделано с красками города. То есть это просто американский город. И ничего не отличает «Готэм» со злодеями, со своими тайнами от другого американского города. Где здесь атмосфера, если честно, не понял. Во-вторых, в фильме очень много таких просто тупых ошибок, когда Бэтмен вправляет себе позвоночник, просто вися на двух верёвках. Когда он под конец берёт бомбу, которая готова бабахнуть, и просто подвешивает её на трос и улетает в море. В шести милях от города он её сбрасывает. И Готэму вообще пофигу, но взрыв ядерной бомбы рядом с городом, да? Это было очень странно. И что более странно, то что... Люди, неужели вам негде пофилософствовать, кроме как в фильмах о Бэтмене? Вот это меня вообще убило, когда мне в обсуждениях начали заливать про глубокую философию в фильме про героя комикса. Ребята, это же бред абсолютный. Ну, на мой взгляд, опять-таки. Вам негде пофилософствовать, что ли? Нету других хороших целенаправленных произведений. Тем более, что... Да, фильм-то вообще не атмосферный. Главный злодей в нём полнейший идиот какой-то с маской. Бэтмен его никак убить не может, да просто пристрелить этого чудика. Вообще, фильм очень странный, мне не понравился. Я просто ушёл из зала, когда Бэтмен взял эту чёртову бомбу, подвесил её и полетел в море. Это, конечно, бред. Ой, какой-то наркоман писал сценарий к этому фильму, на мой взгляд. Это опять-таки моё субъективное мнение. Можете соглашаться, можете нет. Мне в принципе-то пофигу. Но я разочаровался от этого фильма. Просто понимаете, если вы хотите увидеть Готэм таким, как я представляю его, вы посмотрите фильм Тима Бёртона 1988 года. И вот там именно тот Готэм, который живёт, не знаю, в моём воображении. Это действительно мрачный город. Ну ладно, всё, больше не будем отвлекаться. В принципе-то на этом ходу я всё построил, что хотел сделать. Единственное, что вот в Адане построить плац с благородными компиносцами или нет. Нет, давайте-ка я лучше построю стрельбище и завершаем 88-й ход. Такие вот дела, в общем, от Бэтмена я остался разочарован. Опять-таки. И, ну вот, кстати, многие критикуют майор Катияр или Катиян, как её там звать-то, французская актриса. Но вот тут эта женщина, она действительно подходит, на мой взгляд, на роль злодейки. Но вот она там немножко недоиграла её. Просто я помню её такой просто стальной взгляд ледяной в фильме «Начало», по-моему. В общем, в каком-то фильме у неё был такой взгляд прям завораживающий и очень ледяной. Я мало повстречал в своей жизни таких женщин, у которых взгляд был именно такой. Они как будто смотрят сквозь тебя. И такие женщины, они чем-то завлекают, чем-то притягивают. Как знаете, когда ты... Точнее, не знаю, как сказать. Есть такие вещи, которым неприятно касаться очень долго, но ты всё равно почему-то касаешься. Ты сам не понимаешь подсознательно, но у тебя это бывает. Не знаю, есть ли такое у других, у меня иногда выскакивает. И, в общем, такие женщины, они тоже иногда встречаются. Вроде бы они, по идее, тебя должны отталкивать, но наоборот, они тебя притягивают. И это иногда в странные формы выливается. Но опять-таки это моя маленькая философия. Ай, насчёт женщин, да. А иногда наоборот бывает. То есть, с первого раза кажется такой привлекательной. И потом ты понимаешь, что у этой женщины, у неё в голове просто пустота. Ну, помню, ещё кто-то из писателей, из поэтов сказал, «Если так, то, что есть красота, и почему её обожествляют люди, сосуд она, в котором пустота, или огонь мерцающий в сосуде». Вот, да. Забыл автора. Я раньше думал, что это Осадов, но это точно не Осадов. То ли, нет, это не Твардовский. Забыл я, в общем. Ну, кто-то из советских поэтов, по-моему, написана она в 70-х годах, стих называется «Некрасивая девчонка». Советую вам почитать его. Так, ну ладно, завершаем строительство, объявление войны, Венеция и Венгрия. Так, у нас новый кардинал. Где ж ты появился? Да, вот он, наш новый кардинал. 47 лет, агрессивный. Какой странный, да? Агрессивный кардинал. Так, ну с харизмом, шахами, перемирия у нас, к сожалению, нету. Но я думаю, это не беда. Опять-таки, строить мне нечего. Здесь у нас потихонечку просто строятся все города, Антюхи, Адана. Да, поэтому завершаем 89-й ход, я думаю. Да. Так и сделаем. Ну вот эта странная 13-я серия, она уже подходит к концу. Извиняюсь, что так вышло. 14-я серия, разумеется, будет уже нормальной, с камерой, с нормальным микрофоном. Но вот все-таки какие-то определенные проблемы возникли. И 12 августа, вот буквально послезавтра, у меня уже будет маленький юбилей канала. Ему будет 3 месяца. Да, вот казалось бы, такой маленький срок. Но на самом деле, когда я приехал в Калининград, 1 июля, у меня было только 270 подписчиков. По-моему, сейчас уже вот 1025 или 1026. Но вот уже после 1000 я так не особо-то и смотрю за количеством, потому что, если буду по-прежнему так вот сидеть и считать каждого, у меня эта крыша поедет. Я сейчас уже как-то более спокойно к этому отношусь. Не так рьяно. Ну, надеюсь, это к лучшему. И вот да, с Мирш-шпионом я почти уже дошел до 8-й миссии. То есть скоро появится новая серия. А то меня опять-таки начинают спрашивать. Просто сейчас дома ремонт, и я не могу записывать новые серии. Потому что необходимо следить за рабочими. Они там просто целый день работают, и я не могу просто уйти в свою студию, в подвале, студия в подвале, как звучит, и спокойно уже записать ролик. Потому что необходимо постоянно сидеть наверху. В общем, такие дела. Ну, это опять-таки мои проблемы. Наверняка они вас мало волнуют. Просто надо же сказать, почему у меня нет роликов. Да, и вот Крестоносцы, слушайте, это уже целая сходка, и никак они не могут разобраться с этими бедными египтянами. И они уже, наверное, сидят, бедные. Никак не могут восстановиться. И вот серия подходит к концу. Да, серия будет 25 минут, хотя и без веб-камеры. Просто, чтобы побыстрее все это дело отрендерилось. Конец династии. Итоги хода. Смерть благородного священника. Деклад строительства. Дипломатические сведения. Ладно, сохраняемся. Я так думаю, сохраняемся на храм запас. С вами был Диодант. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Репостите это видео ВКонтакте. Я буду вам очень сильно благодарен. В общем, всем добра. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.